приветствую всех с вами сенсей давайте сегодня сделаю обзор вот на этот телевизор сейчас я вам его покажу на него я ничего не нашел вот решил взять не 32 24 24 по моему стоил вот он 12 но по моему 11 90 999 вот вы цены видите сейчас на экране вот по такой цене я брал вот какой-то там купон не дали и так далее не знаю может сломается нахрен вот вот какая цена была по моему вот такая ну давайте посмотрим что дальше значит характеристики у нас вот такие ничего не распускайте все подробно смотрите я много сейчас заливаю всего так что вот здесь вот в полезном или софт железа или в полезном будет вот такие вещи все посмотрите более 900 роликов не только игровые меня поэтому заходите всех жду только на канале youtube я везде заливаю на прохождение только на ютубе давайте разберемся значит по характеристикам с 3 часов дня я провозился проискал телевизор где-то примерно до часу ночи до пол второго ночи я сделал заказ четыре раза заказывал и четыре раза отказывался вернее три раза отказывался на 4 я вот этот все-таки взял это я его сунул как говорится в этот в корзину хотел удалить но увид заметил случайно заметил вот этот купон какой-то и у меня 2000 сбросилась и поэтому я взял что меня здесь уст не устраивает ну то что нету full hd хотя вы знаете я не смотрю у меня есть компьютер я вот новость только смотреть взял ну full hd конечно было бы неплохо если бы когда-то цена стояла 12000 и 11000 10 900 2000 сбросили дай по вам 10 999 вот конечно ты еще можно было добавить и взять full hd но меня интересовало матрица черно-белый чтобы были точные тона via матрица интересовала зверя матрицей и там по моему динамическая яркость по моему 60000 я сейчас не могу сказать по 60 тысяч был были разные матрицы ну на втором месте я думаю стоит айпи с после via матрица другие вообще не рассматривал вообще не рассматривал другие вот via и айпи с айпи с там 3000 динамической ярко здесь 6 60000 но почему я этот выбрал углы у них хуже но мне как раз я напрямую смотрю кто вот на кухне вот для кухни очень пойдет и звук неплохой звук вообще у всех телевизоров барахло вот это 15000 барахло весь звук везде любой возьмите 20 колонки 10 и так далее все это барахло здесь по-моему 10 что ли я сейчас и не помню сколько где-то вот вот 10 ватт я купил маленькие колонки деревянные прям маленькие 350 рублей по моему стоит и поставил их там звук лучше поверьте мне но если вам для кухни этого достаточно я брал для дома я смотрю его только прямо с дивана больше никак не смотрю но я взял такое крепление который поворачивается не вверх вниз мне надо а вправо влево я могу немножко развернуть и более комфортно будет сразу говорю углы здесь не очень у этой матрицы очень хорошая картинка но углы заваливается сразу поэтому кто смотрит прямо я советую брать вот эту матрицу 60 герц значит эти матрицы эти матрицы с хорошей контрастностью с высокой они они где-то около 14 16 full hd стоит то есть за 12 надо еще поискать но если вы найдете с этой матрицы hdr я вообще не рассматривал не надо мне монитор hdr я вообще не рассматривал я рассматривал smart tv но там всего гек памяти в любой телевизор возьмите там гиговые они вообще дешевых это мусорная куча говна нету нечего вообще его брать во первых с гигом он загружается полдня это несколько секунд загружается ну может около 10 секунд включается ну вы извините меня вы минуту будете ждать когда включится у вас и тем более если там яндекс смарт-тв там все платные были почти там вообще искать ничего но те кто этим пользуется они знают и наверное те которые пользуются смарт-тв они берут тоже смарт-тв но я думаю уже не с гигом памяти с дорогом телевизоре там и смарт-тв дорогое чтобы ничего не отваливался я хотел смарт-тв взять надо было просто 1000 добавить и все нет я взял без смарт-тв потому что мне смотреть его негде а если я возьму его в деревне он очень легкий очень легкий маленький легкий очень удобный мне показался чересчур маленький 2460 но вот я сравнил примерно мерил линейку по-другому телевизор думаю ну на два сантиметра ну прям показался совсем маленький на стене конечно он будет более комфортно смотреться чем на ножках на ножках вообще не смотрится поэтому берут брать его надо на кухню или небольшую комнату почему я взял 24 потому что у меня расстояние менее двух метров до телевизора наверное все знают а может кто-то не знает ребята 32 надо брать более двух метров если вы будете сидеть ближе у вас не матрица будет а дрянь у вас будет просто хренатень ну мне он знакомый бы тут еще нормально а близко понимаете это разные понятия у меня монитор 25000 стоит сейчас он по-моему 35 стоит так и не так все радует меня в нем но смотреть 32 извините в 80 и просто там растянуты пиксели понимаете будет тоже матрица все будет то же самое но чем ближе ты подходишь тем пиксели будут более заметные поэтому до двух метров вы смотрите 24 28 32 эту и и больше это только двух метров 40 по моему даже вообще три метра на рекомендуется значит вот мне для небольшой комнаты это самый то у меня комната большая просто я диван не близко стоит там где будет стоять телевизор значит до двух метров я не прогадал матрица мне понравилось значит вот это есть настройка все есть почему я так затянул потому что я все подробно я смотрю много обзоров там нет ни хрена поверьте мне ничего там нет значит порт значит пульт говорят что неудобный очень удобный просто батарейки там менять надо прям полностью снимать всю крышку она вот так снимается но ничего там зазорного нет легко щей он во первых и сам по себе и в управлении очень легок просто вот знаете я за 10 минут пока вот делал ролик всему сразу научился там нечем разбираться у меня у матери я считал простой но этот еще проще я не знаю если кто-то пишет там что сложно ребята но может быть я продвинутый человек мне кажется любой я сейчас все покажу любому будет доступно значит вот так коробка выглядит гарантии три года зи год там где я брал от производителя на м3 то есть надо будет после года искать производитель разбираться производитель беларусь там завод стоит китайские и вот они там лупит все это дело название вот такой да пойдемте дальше потом пойдет видео ничего насчет такая упаковка я не знаю думал вообще это скотч это оказывается просто края бан их снимаешь края эти и потом вот это тоже пленка тоже снимается значит экран не матовый бы глянец но глянец должен быть у телевизора я на монитор кстати заходить ко мне на канал ставлю всегда на монитор и стекло то есть я вырезаю стекло все стекольный рамочное стекло для рамок для фотографий и ставлю на монитор и тогда появляется глубина цвета если монитор игровой меня глубина цвета если для работы ставить не стоит так идем что у нас дальше этот настройка канал просто там видео этого не будет просто включаешь автоматически он сам ищет но вот здесь нужно выбрать когда настройка каналов там право-лево надо будет выбрать какие каналы или аналоговые такие или такие такие или или просто я вот твц или как там cvt ставлю и все он ищет бесит что вот три радио находит это я дальше поговорим об этом это вообще раздражает на самом деле три радио находит и есть проблемы с этим если сделать по-другому как первый раз я сделал вот и я странному страну выбираешь и все все просто но с каналами чуть-чуть вроде как бы как бы напрягся немного вот картинка ним картинка камеру меня снимает чуть она слишком насыщенный посветлее картинка сама картинка немного посветлее ненамного но немного посветлее значит вот пульт две ноги две руки как говорится это вот вставляется вход три с половиной как у наушников и здесь выход выхода это вот это крепление для ног значит это я показывал да это я показывал так что здесь значит hd картинка ну где-то на четверку наверное 5 я не могу дать приятная картинка запомните пиксельная сторона очень хороша почему потому что он 2424 стоит так же как 32 понимаете задумайтесь об этом если телевизор 24 стоит также или дороже значит есть в этом причина потому что матрица растянутая еще раз повторяю только от двух метров 32 и более смотреть до двух метров берите вот такой же 24 покажется он маленький поверьте мне все будет нормально с хорошей картинкой все будет хорошо так значит все мы здесь прошлись диагональ 61 технологии этой нет стандарт hd сабвуфера нет звук на троечку но все они говенные но поверьте мне у меня у бабушки стоит 32 потом хуже звук чем здесь для кухни точно пойдет давайте начнем значит я буду сейчас значит вот так выглядит телевизор чуть-чуть он камеру у меня прибавляет яркость он немножко побледнее ну все вы можете сами настроить вот это колонки я показываю вот и маленькие колонки я сделаю наверное отдельно тоже видео небольшое коротенькое а у меня есть еще 21 то есть сабвуфер и две колонки я их сейчас подключил ну просто звук обалденный сейчас я там подключаю значит сзади это колонки давайте послушаем вот слышите и вот сразу изменился вес разных колоночки прямо они вот вам 325 рублей что ли я взял сейчас забыл картинку оставить ну ладно эти рожи мы пропустим значит вот управляем вверх-вниз значит на крестовине вверх-вниз этом значит переключение вправо-влево там другие позиции главное хочу сказать меняются каналы по-человечески но хочу всех предупредить перед тем как удалять те канал которые вам не нужны вы сначала их все выровняйте если вы удалите например радио там на 3 на тройке стоит видите 1 2 3 нету там радио стоит на этом я удалил радио и третьего канала больше нет то есть надо все выставить как вам надо режим вот передачи контрастность здесь засвечивает все настраивается здесь подсветку ставьте меньше почему дольше он будет у вас работать подсветка если будет убавлено и меньше будет жрать электричество ставьте 80 70 чем меньше поставить тем лучше то есть он дает немножко контрастность повышен но у вас есть яркость не забывайте вот цветовая передача отношения сторон там есть разные отношения сторон автоматически поставил баланс объемный звук есть да я его включал но незначительно это вообще режим не сувал сюда я не знаю что такое часы тут устанавливает что ли авто включение авто выключение очень радует вот вот эта полоса мне конечно раздражает дебильные самое главное запомните настройку канала выбираете в ряд выставлять какие вам надо и только в самый конец те которые вы не хотите вообще смотреть например я не смотрю вообще вот и радио не слушают и не смотрю например это спортивные там это но не смотрю я смотрю по первым канал когда что-то серьезно идет вот и я их в конец засунул все то есть цифры поменялись и потом они там стали 20 до 19 и я их удалил если вы удалите раньше как я это первый раздел я был расстроен честно вам скажу хотел бы обратно нести думать что это такой тройка пропала глюк какой-то второй раз я автоматически перенастроил начал выбирать и все у меня получилось поэтому такой косяк вот здесь есть то есть когда канал удаляется как у меня убавшки удаляет канал цифра остается она переключается на другой канал а здесь она совсем пропала цифру господи вот такие дела поэтому я этот телевизор советую я думаю что более 10 10 тысяч он не стоит не стоит более 10 тысяч я думаю вот и красная цена ему как раз вот тысячи девять наверно девять даже восемь вот нормальная цена для такого телевизора хорошо вам показывает хорошая картинка больше в нем ничего нету но вот радует что есть у юсби можно подключать колонки которые специально но для юсби чтобы раз юсби будет питание идти и в звук втыкаете вот такие колоночки я маленькие взял на кухню не для этого телевизора есть большие у меня уже посерьезней все это можно найти вы найти вот такие дела заходите на мой канал поддержите меня смотрите только на ю тубе переходите ссылки всегда есть под любым видео всего добра уберегите себя до новых встреч